Самвел Карапетян родился в городе Калинино Армянской ССР 18 августа 1965 года. Его родители работали в сфере образования, отец обучал детей математике, а мать английскому языку. Карен Карапетян, старший брат Самвела, мальчика растили в строгости, в семье родители имели абсолютный авторитет. Самвел учился на пятерке и отличался примерным поведением. После окончания школы выпускник отправился в столицу Армении, Ереван, и начал учебу в Политехническом институте. По образованию Карапетян, инженер-машиностроитель. По окончании института парня распределили на Калининский завод по производству эмалированных изделий. Сначала он стал технологом производства, позже занял пост директора. Во время руководства Карапетяна завод стал процветать, объем продукции настолько увеличился, что поставки начались из-за предела СССР, в период развала Советского Союза стали появляться кооперативы, и семейство Карапетян решило не упускать такой возможности. Со временем, выкупив завод, Самвел с братом реорганизовали старое предприятие в новое с названием «Зенит». С конца 80-х завод приносил стабильный доход за счет выпуска металлических и резиновых изделий и их поставку за рубеж. Развивать бизнес в Армении стало невозможно из-за проблем с транспортировкой продукции за пределы страны. Семейный совет решил перебраться в Россию. В Калуге уже закрепились некоторые родственники из диаспоры, и с их помощью Карин и Самвел купили кулаговснап, на основе которой и построили бизнес империю Ташир. Позже концерн вступил в партнерство с Газпромом. В 2003 году Самвел выкупил участок земли в престижном районе Москвы и построил на нем ТРЦ Рио. В процессе роста сети подобные центры появились в Архангельске, Туле, Ростове-на-Дону и других городах России. Сейчас Ташир – самообеспечивающийся холдинг с собственным производством, строительством и энергообеспечением. Во владении Карапетяна дочерние компании в разных отраслях экономики. Миллиардер известен еще и щедростью, в 2000-м был создан благотворительный фонд Ташир. Бизнесмен сумел построить не только серьезный бизнес, но и дружную, крепкую семью. Хотя предприниматель не любит делиться подробностями личной жизни, известно, что его жену зовут Этери. Она владеет салонами красоты и старается не показываться на публике. В браке родились трое детей, которые воспитывались в строгости согласно кавказским обычаям. Поэтому дети бизнесмена не похожи на золотую молодежь и не становятся героями скандалов. Старшая дочь Татевик, родившаяся в 1990 году, помогает отцу управлять медийными активами бизнеса. Сыновья Саркиз и Карен, как и сестра, трудятся в компании Ташир на постах вице-президентов. В конце 2018 года поползли слухи о любовных отношениях Самвела и модели Виктории Лопыревой, близкой подруге семьи бизнесмена. Сами участники скандала и супруга Этери Карапетян никак не комментировали ситуацию. Чуть позже стало известно, что Виктория беременна. Отцовство приписывали не только армянскому бизнесмену, но Николаю Баскову и Федору Смолову. Сама будущая мать не называла имя возлюбленного, но намекнула, что мужчина не из шоу-бизнеса и очень обеспечен. Все точки на дай были поставлены, когда в сети появились фото Вики и Игоря Булатова, зятя Самвела, отдыхающих на побережье. Позже Татевик объявила о разводе с Игорем и исключении его из акционеров Ташира. Версия о том, что союз Игоря и знаменитой блондинки только прикрытие романа знаменитости с главой семейства, по-прежнему активно обсуждается в СМИ.